Как бы оратор, он начинает издалека речь, вот я тоже начну издалека. Какое-то время назад мой супруг показал мне запись лекции вас, Ферикса, нет, нет, Геора, на тему соотношения мистического и рационального. Ну, было интересно, хотя как бы запись была не очень хорошая, саму презентацию было не видно, поэтому как бы приходилось воспринимать только на слух. И как-то меня вот царапнула такая фраза, им сказанная, что он человек сугубо рациональный, то есть как бы он не очень во все это верит, то есть ему это, для него это все остается словами и фактами. Вот тут вот мой супруг предложил мне, как бы, что если меня это как-то задело, то я могу выступить на эту тему. И я, в общем, тут набросала некие тезисы исключительно с одной целью, чтобы просто, как бы сказать, заранить мысль в головы, чтобы вы подумали. Вот. И тезис такой, что Бог в его проявлениях, в окружающей действительности, может быть воспринят и осознанным человеком, только в зависимости от его личного опыта, а также от его интеллектуального уровня. Тезис очень спорный, но сейчас у меня цель вовсе как бы не доказывать его, у меня цель именно, как бы, пробудить мысль, чтобы, возможно, даже как бы порадить какую-то дискуссию. Почему я говорю только про интеллектуальный уровень, почему я не говорю про духовный уровень? Просто по той простой причине, что с моей точки зрения интеллект и духовность, естественно, связаны. Одно не вытекает из другого, но без интеллекта нет духовности. То есть интеллект есть база для духовности. Причем, как бы, поскольку я математика, и мне важна, так сказать, точность определения, я опять же все, это все издалека, да, это все моя речь издалека, я все пытаюсь подобраться к сути, да. Я, как бы, поэтому стараюсь добавлять какие-то определения, хотя эти определения, они, естественно, тоже спорны. Поэтому здесь я просто к духовности отнесусь как к такому восприятию мира и Бога, которое помогает человеку влиять на действительность, изменять эту действительность с помощью силы своего духа. То есть все остальное я не понимаю как духовность. Это может быть какие-то там умозрительные исключения, умозрительные там рассуждения и прочее, но это, с моей точки зрения, не есть духовность. То есть если человек не может влиять своей духовностью на окружающий его мир, то это нечто другое. То есть, собственно, примеры можно привести, да, такой духовности. В литературе этих примеров полно, потом все знают про шаманов, которые ходят голыми пятками по огню и... Это духовность? А? Это духовность? Ее проявление. Это ее проявление. То есть человек настолько владеет своим духом, что он может пройти по горячим углям, босиком, и он не обожжет. Собственно, как примеров таких много. Например, чудесное исцеление. Несколько лет назад я сама лично присутствовала при некой молитве в одной ешиве. И в это время зашла женщина. Женщина зашла, она была просто в таком состоянии полного экстаза. С ней была девочка лет 16, наверное. Короче, что оказалось? Оказалось, что девочке поставили совершенно кошмарный диагноз. Какая-то там лейкемия совершенно неизлечимая. И вот этот вот раб провел какие-то молитвы, какие-то ритуалы, и все это исчезло. То есть эти анализы стали полностью чистыми. То есть это я просто видела своими глазами. Но давайте мы, кстати, вернемся к тезису. И поговорим про то, что же нас заставляет воспринимать мир тем или иным образом. Для обычного человека личный опыт четко определяет, что может быть и что не может быть. То есть средний человек четко знает, вот это быть может, вот это быть не может. Если опыт маленький, то для человека может быть гораздо уже, чем для человека с большим опытом. Как бы я не говорю про то, что каждый человек может подняться над этим, расширить свой опыт и, соответственно, изменить свое восприятие действительности. Я не об этом. Я просто о том, что, собственно, каждому стоит задуматься о том, почему именно так он воспринимает свой мир. Если мы сошнемся на тех, кто занимался этим профессионально, например, на психологов, на психотерапевтов, которые занимались мистикой, то, например, мы можем взять в качестве примера человека по имени Роберт Уилсон. У него есть интересная теория про туннель реальности, что, собственно, каждый из нас живет в определенном туннеле реальности, и, собственно, он из него не выходит. И все, что в этот туннель реальности не вписывается, он этого просто не видит. В общем, там очень развитая теория, очень интересная, но я сейчас не об этом. Я всего-навсего хочу привести некую классификацию, очень простую, что восприятие, в первую очередь, зависит от двух вещей. От нашего возраста и от нашего социального положения. То есть в этих тезисах я назвала относительность восприятия, завидающая от возраста, вертикальной, а ту, которая зависит от нашего социального положения и окружения, от нашей социальной связи, горизонтальной. Собственно, я думаю, что эта классификация имеет место быть, хотя бы просто если мы посмотрим. Давайте посмотрим. Ребенок. Рождается ребенок. Это младенец. Его восприятие мира определено. Оно очень конкретное. И оно очень как бы, очень ограниченное, поскольку у этого ребенка еще нет опыта. Он только-только появился, он ничего еще не знает. Ребенок уже подрос. До трех лет. Это совершенно уже другая область. Это совершенно другой туннель реальности. Это другой способ восприятия. Ребенок до шести лет. То есть между тремя и шестью годами, если вот у кого-то есть там дети, маленькие, внуки, вы можете прям наблюдать, как ребенок меняется, как меняется его восприятие мира, как меняется его осознание этого мира, как меняется его восприятие себя самого и также осознание себя самого. Следующий рубеж – это 12 лет. Потом у нас подросток. Я думаю, все, кто имел дело с подростками, прекрасно знают, насколько они разнятся от, так сказать, предыдущего детского восприятия. Потом молодые и взрослые, потом взрослые среднего возраста, ну и так далее. То есть человек взрослеет, набирает опыт, и с этим меняется его восприятие и осознание действительности, а также Бога. И если мы поговорим про горизонтальную относительность, то, скажем так, человек, который относится к разным социальным кругам, собственно, люди, относящиеся к разным социальным кругам, будут воспринимать действительность по-разному. То есть, если говорить языком УУЗа, у них будет разный туннель реальности. Скажем, человек, который не получил высшее, скажем, среднего образования, получил только первые три класса школы, умеет читать и считать, это человек с совершенно другим восприятием действительности, чем человек, который закончил ВУЗ, скажем, там, физический факультет, математический факультет и так далее. Я думаю, что, в общем, с этим сложно спорить. Хотя, на самом деле, может. Собственно, моя цель – это, если у кого-то есть желание, так сказать, подискутировать, то давайте это сделаем. Хочу вам привести довольно смешной пример, скажем так, горизонтальной относительности. Когда-то я училась в физико-математической школе, и нас заставляли выписывать журнал «Квант». Я не знаю, знает ли кто-нибудь из вас, что это за журнал был, но в этом журнале публиковались олимпиадные задачки про математики, по физике, по всему. И мы были обязаны выписывать журнал, потому что домашние задания нам частенько задавали вот из этих вот задачек. И в какой-то момент, кажется, в 86-м или 87-м году там стала публикация серии исследований, на тему энергетики человека. Было очень интересно, там доказывались разные тезисы, и, среди прочего, там был описан один эксперимент. Взяли двух маленьких котят, новорожденных, слепых. Одного котенка поместили в помещение, где были только горизонтальные предметы. То есть все предметы были построены так, что были только горизонтальные линии. Другого котенка взяли и поместили в помещение, где были только вертикальные линии. Через 3 месяца, когда котята уже взросли и стали уже более-менее самостоятельными. Котенка из комнаты с вертикальными линиями посадили в обычную комнату, где были и вертикальные, и горизонтальные предметы. И оказалось, что котенок, который видел только горизонтальные предметы, натыкается на вертикальные предметы, то есть он их просто не видит. Поскольку его туннель реальности, существовавший на тот момент, сложился так, что просто этих предметов в его восприятии не существовало. То же самое произошло и со вторым котенком, только он натыкался на вертикальные предметы, которых он раньше не видел. Естественно, через какое-то время эти котята научились, они внесли эти предметы в свои туннели реальности и перестали натыкаться. Но сам пример, он очень такой наглядный. Собственно, если мы зададимся вопросом, а какой вид этой относительности, понятно, что на самом деле она не горизонтальная. Это просто для смеха я сказала. Она вертикально зависит от возраста. То есть новорожденный котенок с минимальным опытом развивается, этот опыт набирает и расширяет. Теперь, собственно, вопрос. А вот если бы эти котята, что-то совершенно нереально на самом деле, если бы вдруг их бы спросили, а существует ли Бог? Я думаю, конечно, бы они сказали нет, потому что просто в их голове бы это не поместилось. То есть для них его бы не существовало. Тут вот Марина, правильно? Она вот тут стихотворение прочитала, я тоже хочу прочитать стихотворение, но если Марина прочитала... А мы стола нашим столом. Совершенно верно. Но вы обращаетесь, так сказать, к современным поэтам, а мы уже, можно сказать, к классике. Мы вообще читаем. Да. Вот у Александра Галича есть такой псалом, который когда-то он меня поразил, давно, далеко еще в юности. А сейчас я вам его прочитаю просто для того, чтобы задать такой вопрос. Какую именно относительность восприятия Бога и к своему сознанию проявил лирический герой этого стихотворения? А также в чем его ошибка и его надежда? Слушайте, Псалом. Я вышел на поиски Бога. Предгорье уже рассвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего. Из гор я спустился в долину, развел над рекой у костер и красную вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге на тихой заре бытия? Я вылепила руки и ноги, и голову вылепил я, и полон предчувствием смутным. Мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же он померк, этот длинный день страхов, надежды скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне, иди и убей. И канули годы, и снова, все так же, но только грубей, мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне, иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в платье впивался репей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне, иди и убей. Но вновь я печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога. И, ах, да поможет мне Бог. Собственно, это то, что я хотела сказать. Мне бы хотелось просто, чтобы каждый из вас подумал над этим и просто вот задумался, а что именно для него есть его туннель реальности, чего именно он не хочет видеть вокруг в этой действительности. А может быть, это нужно привнести, может быть, нужно расширить свой опыт. Чего он не хочет. Чего хочет. Чего он не хочет видеть, и чего, может быть, его стоит привнести. Я могу сказать вам. Да. Вы знаете, сейчас был ведь день аутистов, детей аутистов, вы знаете, совсем восьмого числа. Всемирный день. Сейчас всемирный день аутистов. Вы знаете, что аутисты, такое ощущение, что аутисты не знают, что такое зло. Они не умеют ненавидеть. Они вообще ничего не знают. Ну, как-то игроку таких. Почему? Просто потому, что они убежали от этого мира, они не знают, что это. К чему я это говорю? Опять, к тому, чтобы сдалека зайти. Человек видит только то, что он знает. Именно. Есть ли для того, чтобы, ну, вот вы говорите, расширить реальность. Ну, это для каждого вообще вопрос такой, хочет ли он это действительно делать. Совершенно верно. Я вам хочу сказать, что когда мы с мужем поехали 20 лет назад первый раз в Париж, нам все друзья говорили, что французы, они полные сволочи. Мы приехали из Франции, к нам подходил во Франции каждый человек, которому мы только, вообще только рот открывали, да? Мы вернулись и сказали, французы замечательные люди. Если ты не знаешь, что это дерьмо, то ты не поймешь, это будет шоколад. Совершенно верно. Так зачем иногда в нашем возрасте учить вещи, которые уже, так давайте наоборот, закрывать глаза иногда на вещи, которые нам совершенно не нужны и становиться лучше и про Бога. Я вообще не понимаю, что это. Я знаю, что я живу в пространстве, в котором существует каждая частица, которая меня двигает вправо, влево, тенет наверх и так далее. Я о нем не думаю. Я просто с этим не живу. Но мой туннель реальности не должен становиться таким, чтобы я заметила, что вот такая доска есть. Мой туннель увидит эту доску обходить. Я так хорошо себя с этим чувствую. Пусть они стоят, эти доски. Если я научилась их обходить, так мне хорошо с этим на самом деле. Смотрите, это на самом деле. У каждого человека есть свою быту. Кстати, к вопросу обоотечения. Знаете, я в качестве Хольбы после работы занимаюсь типулями хилинг. И как бы собственно начинала я именно с детей аутистов. Собственно, почему это длинная история, но как бы ко мне приходили дети с аутизмом разной степени тяжести и мне удавалось так сказать расширить их в туннеле реальности. То есть мне удавалось разбить их вот этот вот кокон и они становились просто обычными детьми. Понимаете? И честно говоря, никто от этого не плакал. Ни сами дети, ни их родители. Я бы сразу так вот сраблюла. А? Правда, сразу так излечивались аутисты? Ну, не сразу. Это занимало какое-то время. Ну, да. То есть, например, был ребенок... Вам должна вообще стоять огромная очередь. И вы знаете, тут есть вопрос. Ко мне стоит очередь других совершенно людей. С детьми есть определенные как бы там нюансы. Ну, не суть. То есть, если бы у детей. Да. Поскольку дети сами не решают, то там больше упирается в их родителей, а там скажем так, там очень много упирается в биток и умеет из-за тех людей. Реально. Хорошо, спасибо. Давайте. Спасибо большое. Прошу.